61 человек был награжден знаком отличия комплекса ГТО. Многие из них получили свою награду впервые, остальные пополнили свою коллекцию. Совсем юные, но уже призеры. С раннего возраста дети стремятся к победам и достигают поставленных перед собой целей. Сдать нормы ГТО довольно непросто. И тем не менее, 613 человек выполнили это. А 61 из них сегодня вручили золотой знак «Готов к труду и обороне». Золотой значок мне очень легко завоевала, так как я занимаюсь уже 9 лет художественной гимнастикой. Для меня это было как тренировка. Я занимаюсь горными лыжами, и у меня довольно много наград. И эта награда будет очередной победой в мою копилку. Для сдачи норм нужно много времени. Хоть сам процесс и занимает порядка нескольких часов, но на подготовку уходит в разы больше. В большей степени присутствовали самые младшие наши участники. Это дошкольный возраст у нас. На сегодняшний день они уже первоклассники. Так, к сожалению, получается, пока знаки доходят, у нас уже дошкольники становятся школьниками. Здоровый образ жизни и хорошая спортивная форма – такой стиль набирает огромную популярность. Особенно приятно видеть, что тема актуальна для всех возрастов. Будьте спортивны, позитивны, активны и приходите выполнять нормы ГТО в муниципальный центр тестирования города Нижний Тагил. Более подробная информация размещена на нашем сайте, либо в социальных сетях. Никита Поляков, Любовь Шевченко, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.